Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. При этом фонд почти не взыскивает с кировчан долги, сумма которых достигла почти 900 миллионов рублей. Это выяснила недавно контроля счетная палата Кировской области во время проверки работы фонда за последние два года. Руководство фонда начислило себе за этот период необоснованных премий на отбавок на полтора миллиона рублей. Программа Экономика. ИП стало проще закрыться. Налоговая доработала сервис государственной регистрации юрлицы ИП из заведения нового порядка направления заявления о прекращении деятельности. С его помощью в период ограничений за коронавирусом можно подать документы без электронной подписи. Делается это в электронном виде. Одновременно с заявлением направляется скан паспорта и селфи с раскрытым паспортом для подтверждения личности. Письмо с результатами рассмотрения заявления поступит на электронную почту в течение пяти дней. В настоящий момент, по данным УФНС, в Кировской области данным сервисом воспользовались 11 предпринимателей. В ДПП к 9 мая готовит фото-выставку. Экспозиция «И все-таки прекрасна жизнь» будет открыта совместно с Фондом культурной наследия Вятки. Это несколько десятков фотографий, сделанных Александром Понтюхиным. Пейзажи и работы, связанные с празднованием 9 мая. Они будут выставлены в деловом центре ВТПП. Все желающие смогут посетить выставку онлайн и прикоснуться к истории Великой Победы на сайте Вятской торгово-промышленной палаты vcci.ru. После завершения выставки все фотоработы передадут в дар областному госпиталю для ветеранов войн. Открытие запланировано на 8 марта. Возрастное ограничение 0+. Экономика. В завершении о валютах доллар сегодня 74,57 евро 80 рублей 77 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.